Как ты думаешь, вот в современных реалиях нужна ли такая штука, как религия, в принципе? Религия и христианство — разные вещи. У людей есть предвзятое отношение, то, что... Да, да. Я когда знакомлюсь с каким-то неверующим человеком, и я знаю, что я буду с ним какое-то время общаться, то я не спешу говорить ему, что я верующий. Поговорим, в принципе, про отношения. Можно увидеть верующих, которые на вокзалах, там, людей хватают за руки, начинают им рассказывать что-нибудь из Библии, то это очень грустно смотрится, и это вот как раз то, что настраивает людей против верующих. Доброго времени суток! Мы искренне рады приветствовать вас на серии подкастов от команды Reway. Сегодня на нашем подкасте мы попробуем поговорить с вами на тему «Кто же такой современный христианин? Христианин в современных реалиях?» Сегодняшним человеком, который будет отвечать на вопросы, будет Паша. Он молодежный руководитель. Как у тебя дела? Все отлично, круто, настроен на интересную дискуссию. Ты готов к подкасту? Ну, можно сказать, да. Окей. Как ты думаешь, вот в современных реалиях, в нашем мире, нужна ли такая штука, как религия, в принципе? Религия? Нет, давай, ну, я сразу сделаю предупреждение, что я очень люблю термины, да, для меня термины, типа, супер важно. Серьезно? Да, поэтому, если мы говорим о религии, то религия нет, не нужна. Религия и христианство разные вещи. Религия и вера совершенно разные вещи. Религия – это что-то, это системное, образующее, со своими правилами, традициями, обычаями и так далее. И это как раз то, что устарело, то, что уже отошло в прошлое. И всегда то, что было главным и важным, всегда и остается важным сейчас – это вера. А вера – это немножко другое. Вера – это нечто мое личное, что обретает традиции и правила в течение моей жизни. То есть ты прям думаешь, что религия как образование в плане каких-то норм и правил для того, чтобы объединять, что ли, в одну какую-то группу людей – это немножко устаревшее, а более… И не немножко устаревшее, а сильно устаревшее, и главное – неправильное с самого начала. С самого начала религия – это неправильно. То есть не зря люди вечно стремятся к свободе. Свобода – одно из таких важных значений в мире, и для человека это очень важно. И когда человека пытаются пригласить в церковь, что его отпугивает? То, что его свободу ограничат. То, что там будут какие-то правила, начнут заставлять нести деньги в церковь или что-нибудь еще – это соблюдай. Это нет, это ешь, это нет и так далее. Вот это как раз все атрибуты религии. И это неправильно. То есть Бог не оставил нам религию, Он оставил нам веру. Это отношение человека с Богом. И вот в отношение человека с Богом другой человек не вправе лезть. И как раз здесь религия проигрывает. Окей, хорошо. Тогда вопрос, нужна ли современному человеку вера? Вот вера, да. Вера однозначно. И не просто нужна. А даже те, кто говорят, что не являются верующими людьми, по факту они все равно верующие люди. Потому что как-то мы все равно оцениваем то, чего не понимаем. А вот как раз то, что мы не понимаем, но при этом живем и видим это, как это и есть жизнь веры, жизнь по вере. Поэтому вера всегда нужна. И просто надо понять, что я живу по вере в любом случае. Насчет отношения людей к вере, в принципе, я думаю, это больше относится к религии. То, что если смотреть на наше прошлое, можно понять, что старые вот эти вот сектантские штуки, когда люди не сильно хорошо относятся к религии. Можно ли это применить к вере сейчас? И поменялось ли отношение людей к вере, современных людей по отношению к советскому мышлению? Давай, во-первых, термины. Люди не знают термины. И это важная проблема. Это очень важная проблема. Почему? Потому что если ты спрашиваешь человека, является ли он верующим, он говорит, я не хожу в церковь, я там нет, но в Бога я верю. То есть человек просто не понимает терминов. И тот, кто задает этот вопрос, и тот, кто отвечает на этот вопрос, оба человека неправильно используют термины. Если мы возьмем и определимся с терминами, то религия – это значит принадлежность к какой-то конкретной религии, а вера – это вера в Бога. То отношение к вере, я бы не сказал, что оно там сильно поменялось. Я так не думаю. Я думаю, что всегда были люди верующие, которые понимали, во что они верят, и зачем, и почему. И всегда были люди, которые не сталкивались с верой. Ну и, конечно, есть небольшая группа, которые отвергают веру, но, опять же, я считаю, что только потому, что они не знают определения, не знают термина. А ненавистников религии было всегда много, и сейчас, и тогда. Вопрос. Вот христианин в современных реалиях. Кто это? Это обширный вопрос. Я бы хотел начать, наверное, с того, что, в принципе, какое отношение к человеку, ну, чем отличается поведение человека в современных реалиях от прошлого. Если мы говорим о современном чем-то, значит, мы предполагаем, что есть что-то, что было перед ним. И вот если мы так посмотрим, то вот еще мое детство, да, там, 90-е годы, это было время, когда людей ценили по деньгам, да. Если человек заработал много денег, значит, этот человек молодец. Да, если у тебя большая крутая машина, это большая шишка. Да, да, машина, дом, там, и так далее. Вот, ты молодец. Потом прошло немножко времени, и уже люди перестали так думать. Было время, когда очень ценились люди здоровые, спортивные, которые добились в спорте успеха, и так далее. Красивые, вот красота тоже очень ценилась. Было время, когда человек красивый, и все это сразу, типа, успешный, да. И вот сейчас, чем отличается наше время? Тем, что формула успеха немножко изменилась. Сейчас хорошим, ну, крутым человек считается, если он добился в чем-то успеха. Причем не обязательно в чем-то, что ценят, там, большинство. То есть, людей за что оценивают, за что их ценят? За приверженность. Вот, есть английское слово passion, это, я не знаю, как это на русский, страсть, да, к чему-то. Вот, если человек что-то, вот он любит что-то, и он тратит на это силы, время, там, и вкладывает именно в это. Его, его, его ценят за это. Неважно, заработал ли он на этом кучу денег, красивый он или нет. Вот, кстати, очень хорошо заметно за последнее время изменившееся отношение к блогерам, да, если раньше блогеров, там, куча подписчиков была только у симпатичных, красивых, и все там себе качали губы и лицо, то сейчас на внешность уже люди не обращают внимания. Сейчас действительно, как бы, блогеры, успешными становятся те, кто уникален, кто чем-то отличается от других, кто не боится показать себя таким, какой он есть, там, и так далее. И вот это вот отношение к людям, оно, это я, допустим, уважаю, я считаю, что это очень круто, что сейчас именно так происходит, именно так оцениваются люди, потому что, по факту, это к чему приводит? К тому, что если человек чем-то увлечен, и если он считает, что это важно и классно, его просто за это будут ценить. И это большой плюс христианам, потому что если мы с вами, как христиане, будем открыто ценить то, что мы христиане, открыто ценить свой образ жизни, и показывать, что мы не просто так, там, для галочки ходим в церковь, чтобы после смерти, возможно, меня взяли на небо, а что мы видим в этом смысл, то уже за это люди будут нас ценить. И вот с этой точки зрения современный христианин – это тот, кто действительно любит то, кем он является, понимает, чем он отличается от нехристиан, и ценит это, и вкладывает в это свои силы и время. То есть, если так обобщить, то христианин – это эдакий блогер, который пытается отстаивать. Может быть, не обязательно блогер. Ну, вот блогер – это один из примеров. Да, если вот блогер, который отстаивает в видеоконтенте, да, в каких-то контенте свои какие-то взгляды, да, но это может быть и миссионер, который где-то ездит и тратит на это время, это может быть и строитель, который ездит к нуждающимся людям и помогает им тем, что он умеет делать. Это не так уже важно. То есть, в христианстве, слава Богу, огромное количество сфер, в которых ты можешь применить свою страсть, свое умение что-то делать. Ну, ты коснулся вот такого вот понятия, что ли, за что люди уважают человека, нынешнего современного человека, за что они могут сказать, что вот, респект такому человеку. И как один из таких факторов ты выделил, то, что это уникальность какая-то, что ли. И сейчас, мне кажется, вот эта вот уникальность, она немножко повернулась не в ту сторону. То есть, вот эта вот политика быть не похожим на других, я совсем другой, я уникальная личность, я там, знаешь, третий, четвертый, пятый, шестой гендер, я считаю себя вертолетом Апачи. Вот. Как ты думаешь, неудобно ли быть христианином в современном мире? То есть, если рассматривать с этой стороны. То есть, удобно ли отличаться от других? Ну, и вообще из этого потом другой вопрос выйдет, как бы, как не стать вот человеком, который пользуется этим отличием. Удобно ли быть вот христианином в современных реалиях? Вот за что я люблю термины, потому что они всегда проливают, они дают базу, да, с которой мы можем прыгать. Удобно ли быть религиозным в наше время? Да, удобно. Если я, вот я работал в Штатах, если я прихожу на работу, у меня, я подписал, я подписал самолично контракт на то, что я буду работать 7 дней в неделю, и уже подписав контракт, я после этого прихожу на работу и говорю, ребят, я в субботу не буду работать. Я религиозный человек, я адвентист седьмого дня, и в субботу я работать не собираюсь. И ничего они мне сделать не могут. И они вынуждены сказать, ну окей, хорошо, мы уважаем то, что ты адвентист седьмого дня, поэтому, да, у тебя будет выходной в субботу. Поэтому вот с этой точки зрения, ну опять же, я не говорю сейчас, да, обо всём мире. Обо всём мире мы не можем говорить, потому что есть страны, где христианам быть совсем неудобно, и неважно, религия это или вера, да, все там мусульманские страны, то есть мы говорим про какой-то вот наш такой... Европейское, например, общество. Да, цивилизованное христианское общество. Вот в цивилизованном христианском обществе, религиозным быть удобно. Все тебя понимают, все знают, что это такое, почему там ты в субботу или в воскресенье не работаешь, почему ты там не пьёшь или не куришь, да, если раньше в советское время тебя бы до последнего заставляли выпить со всеми и обижались бы, если ты не пьёшь со всеми, то сейчас тебе достаточно сказать, что я верующий, ребят, я хожу в церковь, и скажут, а, ну окей, хорошо, и все к этому нормально отнесутся. Поэтому религиозным быть удобно, а христианинам никогда не было удобно быть, никогда в истории, и действительно хорошему христианину и сейчас неудобно жить. Вот ты затронул тему Советского Союза. На нашем постсоветском пространстве даже тот же религиозный человек поменялось ли вот за вот это вот время, когда старые устои немножко сломались, и люди начали смотреть немножко по-другому на все эти моменты, то есть это не сектант, это религиозный человек, поменялось ли мнение общества о религиозных людях и о христианах? Ну, смотри, во-первых, если поменялось, то в худшую сторону. Во-вторых, в лучшую сторону поменялось у некоторого меньшинства, которое понимает разницу между религией и верой. Вот у этого меньшинства действительно мнение могло поменяться в лучшую сторону. Но вот если так посмотреть, то когда тебя гонят, когда тебе-то что-то запрещают, тебе по сути легче сохранять вот этот огонь, да, и быть настоящим верующим человеком, быть вот верующим человеком. А когда союз распался, все ограничения упали, и это привело к тому, что, ну, ко многим последствиям, например, когда, не буду называть какие именно церкви, но обкрадывали своих прихожан, отбирали деньги, там, и квартиры отбирали, и обманывали на лечении, говорили, что вылечат, там, принеси сумму денег и так далее. И вот все это, вот такие события, которые были очень масштабные, скажем так, много таких событий было вот в 2000-х годах, они привели к тому, что очень сильно в негативную сторону повернулось отношение к религии. То есть, если человек говорит про церковь, вот первое, что приходит в голову не только взрослым, но даже уже и все еще и молодым людям тоже, это то, что там меня хотят обмануть и каким-то образом вытащить мои деньги. Ну, то есть, к религиозным людям и верующим людям, в том числе. А верующие из-за этого страдают, да. У людей есть это, вот, какое-то предвзятое отношение, то, что… Да, да. Я когда знакомлюсь с каким-то неверующим человеком, и я знаю, что я буду с ним какое-то время общаться, то я не спешу говорить ему, что я верующий. Я сначала какое-то время с ним общаюсь просто, как два обычных человека, и для того, чтобы просто человек увидел, что я не хочу его ограбить, что я нормальный человек, никуда его не тащу и так далее. И после этого, когда я говорю ему, что я верующий, тогда происходит нормальный конструктивный диалог. То есть, он меня может спросить, а почему, а во что ты веришь, а почему ты вот решил именно так верить. И он нормально относится к тому, что я верующий, потому что он уже знает, что я адекватный человек. А если я начинаю сразу разговор с того, что я верующий, то это уже, типа, хорошо, окей. Я понял, буду относиться к тебе с настороженностью. Я думаю, это очень мешает. Религиозные, если вот, опять же, разделять понятие религиозности и действительно верующие люди, религиозные люди, им не то, что ни холодно, ни жарко, но да, это может принести какие-то неудобства, что ли. Но для верующих людей, я думаю, не сильно приятно, когда на тебя смотрят так, как будто ты какой-то отброс общества или мошенник, который хочет тебя обмануть. Верующему человеку очень долго приходится доказывать, что он нормальный. Нормальный человек. Да. У него нету каких-то отклонений. Он не делает всяких глупых вещей, не обманывает и не ворует, и не хочет вас затащить в секту. Вот приходится из-за отношения к религии, приходится верующему человеку доказывать, что он адекватный. Есть ли проблема в стереотипности мышления общества насчет верующих людей? И если это есть проблема, то как ее пытаться разрушить? Есть проблема, конечно же, но рушить ее целиком не разрушишь, потому что верующие люди знают, что не только верующие живут на этой планете, есть дьявол, его цель одна – это испортить жизнь всем верующим на планете. Поэтому он портит ее как только может, и вот как раз религия и религиозность – это один из его хороших ходов. То есть с помощью религии, с помощью огромного количества религиозных организаций, я бы даже не называл их церквями, которые обманывают людей, и это будет продолжаться. И главное даже, что даже в любой хорошей церкви, я не говорю сейчас только про адвентистов, в любой нормальной хорошей церкви все равно могут найтись люди, которые не верующие, а которые просто религиозны и не упустят своего шанса на чем-то там подзаработать или что-то еще. И поэтому вот это то, что делает дьявол для того, чтобы усложнить жизнь верующим людям. И тут бороться можно с этим только одним способом – это вот своим примером. То есть нельзя говорить о том, что в моей церкви все люди классные. Нет, ни в коем случае. Можно самому жить хорошей, нормальной жизнью и показывать своим друзьям, что, ребят, ну смотрите, я верующий, но при этом я нормальный. Вот на одном из прошлых подкастов мы уже говорили о том, что некоторые люди попросту забывают, то, что помимо вот Бога, в которого люди верят, на самом-то деле есть и другая сторона, есть дьявол, который тоже пытается что-то делать, и не надо вот брать и обвинять Бога во всех бедах и привязывать Бога к псевдо-христианским, псевдо-верующим организациям. Тут сейчас я еще одну секунду скажу, что есть вот это... Когда человеку говоришь, что вот есть церковь, и человек сразу... У него мнение такое, что если это церковь, то там все должны быть хорошие. И если хоть один кто-то находится... Человек там плохой, нечестный там или что-то еще, значит церковь плохая. Но церковь, любая церковь, это организация. Организация... Вот просто представьте себе любую организацию в этом мире и попробуйте применить к ней этот принцип. Возьмем там Apple, да? Огромная шикарная корпорация, которая там кучу всего в мир привнесла. Вот если ты скажешь, что если я найду хотя бы одного там нечестного человека в компании Apple, значит компания Apple плохая. Ну глупость. Точно так же вот, если вот человеку этот пример приводишь, сразу понятно, у него становится немножко легче отношение к церкви, потому что церковь это организация, а не, знаете, это божье царство на земле. Да, нужно понимать, что люди, человеческий фактор, простые люди. Того, что в церковь могут приходить и люди, которые не верующие, а вот религиозные. И опять же, из этого напрашивается вопрос. Если у нас есть религиозность и вот истинная вера, как, во-первых, можно ли это отличить, прям явно как-то отличить, и второе, как не скатиться из веры в просто религиозность? Ну тут сложно. Если мы посмотрим на евреев, да, то евреи как раз скатились, и скатывались не раз, и постоянно Богу приходилось их доставать из этой религиозности, они себе постоянно начинали придумывать разные правила, заповедь на заповедь, правила на правила, да. И каким образом Бог их доставал из этого состояния? На самом деле, в авторозаконе прям там четко написано, он им даже в самом начале рассказал, что он будет делать, если они будут отходить от него. И он сказал, что у вас будут там, если вы отойдете, не будете меня слушать, у вас там будут вот такие проблемы. Если вы продолжите меня не слушать, то у вас будут еще вот такие проблемы. И вот там проблемы за проблемами. И, ну, в нашей жизни происходит то же самое. То есть мы, если мы начинаем от Бога уходить, то есть вот чем отличается вера от религии, да, самое главное такое отличие, то есть их много, но вот принципиально. Вера – это когда есть я, есть Бог, и я делаю то, что говорит Бог. Религия – это когда есть я, есть Бог, а в середине есть какая-то стена из правил, законов, традиций, и я считаю, что они правильные. И вот эта стена, она мешает мне общаться с Богом. А рушить эту стену Бог может только через какие-то события в моей жизни, скажем так. Опять же, вот современный верующий человек, может ли он накататься вот прям лицемером, лицемером? И как себя проверить на вот это вот лицемерство? Я считаю, что верующий человек вряд ли. Религиозный – легко, а религиозный – это в принципе уже вот сразу по определению это лицемер. Потому что он говорит о том, что он с Богом, он говорит о том, что я как бы служитель Бога на земле, но при этом руководствуется, он в первую очередь не божьим словом, а руководствуется вот там человеческими правилами, какими-то устоявшимися традициями и так далее. А это уже ложь, это уже лицемерие. Потому что когда мы себе сами что-то придумали, нам потом это сложно соблюдать. А если нам сложно соблюдать, то как мы можем заставить? Нам сложно. А как нам заставить еще кого-то это соблюдать? И в итоге отсюда рождается огромное количество проблем. Тут вопрос даже не в том, что люди обманывают других, они и себя тоже обманывают. Им кажется, что вот это правильно, они пытаются так жить, но у них очень вряд ли получится. Возвращаясь к отношению общества к верующим, не религиозному, верующим, понимая отношения общества и в частности нашего общества, то, что как мы уже с тобой проговорили, то, что иногда оно может быть немножко стереотипным, люди могут потешаться, смеяться над твоим вероисповеданием, твоими убеждениями. Что в этом случае делать? Потому что иногда действительно это может вызывать, это может иметь очень большое и очень деструктивное такое действие на ментальное состояние, в принципе, как следствие на физическое, в принципе, ты можешь разочароваться в вере. Ну, смотри, если говорить вот так обо всех людях, то мы не найдем ни одного общего принципа, над которым бы никто в мире не смеялся. То есть возьми любой абсолютно принцип « — не пить алкоголь». Найдутся люди, которые будут смеяться над тем, что ты не пьешь алкоголь. Пить алкоголь найдутся люди, которые будут смеяться над тем, что ты пьешь алкоголь. То есть нет ничего такого, над чем бы кто-то не смеялся. И здесь есть два таких основных момента. Первый это то, что мы сами выбираем себе круг общения, и никто нас не заставляет общаться с теми людьми, которые не нравятся или которые смеются над нами и так далее. Ну, смысл мне самому стремиться к деструктивному общению. Нет, это бессмысленно, да. А второй момент, это вот сейчас очень популярна, ну, как сейчас, уже последние лет 10, наверное, популярна тема буллинга в Штатах, в Европе, ну, больше в Штатах. И мне очень понравилось одно видео, где паренек показывает, как справляться с буллингом в школе. И он там вызвал девчонку и говорит, вот, оскорбляй меня. Вот, что бы я тебе не говорил, ты продолжай меня оскорблять. И вот если ты сможешь там продолжать какое-то время, ты выиграла. И она начинает его оскорблять, и он возмущается в ответ. И вот пока он возмущается в ответ, она все продолжает и продолжает его оскорблять. И, ну, все, он проиграл. Она его очень долго оскорбляла, там, пару минут. А потом он говорит, а теперь давай попробуем еще раз. И вот на второй раз он перестает возмущаться и просто с ней соглашается. Вот вообще со всем соглашается. Она говорит, ты урод. Он говорит, ну, да, я не красавец, а то ты вообще молодец, такая красивая. Вот на полном серьезе, вот без издевки он ей говорит. Она, и все, и она уже тормозит. И вот чтобы она ему не говорила, там, ты глупый, и он, ну, да, я иногда делаю ошибки, но я буду у тебя там спрашивать советы, если что, ты не против. Вот. И вот такое отношение, оно все равно моментально убило ее агрессию. Она просто растерялась и ничего не могла делать. И вот этот подход, он мне очень нравится. То есть если люди над нами смеются, что в этом плохого для нас? Вот если мы с вами просто подумаем, для нас мнение этого человека, что значит? Ну, по факту ничего не значит вообще. Поэтому посмеяться, вот, кстати, это тоже очень ценится в современных реалиях. Самоумение. Самоирония. Да, поиронизировать над собой, покритиковать себя, очень ценится. И не только вот, ну, вот во всех светских кругах. Вот у меня на работе это прям, я не знаю, такой вид развлечения, когда кто-то делает ошибку, и потом смакует эту ошибку перед всеми людьми, рассказывает, как же он протупил, какой же он там, в общем, да. И вот умение посмеяться над собой в этом случае как раз очень пригодится, мне кажется. Но в любом случае, если смотреть на психологию, человеку очень важно принятие общества и этого не отнять. Я думаю, на протяжении всей истории, всей жизни человека все равно будут находиться люди, которые будут относиться плохо, которые будут тебя, как вот белую ворону, которая очень отличается от общества, в котором ты живешь, они будут чмырить, как бы, ментально, что ли, закапывать, избивать. И я скажу честно, но не всегда, мне кажется, работает вот этот вот пример в плане с тем, что соглашаешься, потому что есть некоторые примеры, когда люди вообще не обращают на это внимание, им главное у тебя задавить, и все. И он возвышает себя над этим, идет с расправленными плечами, а ты такой, ну и меня побили морально. Именно поэтому первым советом я все-таки дал то, что мы сами формируем свой круг общения. Нас никто не заставляет общаться с теми людьми, которые нас угнетают и над нами смеются. Спокойно можно с такими людьми не общаться, просто исключить их из своего круга. Ну и, кроме того, чем шире круг общения мой, который меня поддерживает, тем легче мне справляться с тем небольшим количеством людей, которые надо мной смеются. Если, ну, даже не в одной компании, даже вот просто, если у меня есть, там, 20 человек, которые меня поддерживают, уважают за мой образ жизни, там один, два, которые надо мной смеются, они никак не испортят мою жизнь. Поэтому вот совет, да, формировать свой круг общения с теми, у кого схожие принципы. Хорошо. Я думаю, некоторые люди могут взять себе на заметку какие-то, опять же, примеры, например, ту же самую отвода агрессии с помощью самоиронии и принятия, вот, не брать все близко к сердцу. Не, я думаю, ни для кого не секрет, что, если человек верующий, у него есть определенные постулаты, определенные фундаменты, определенные столпы, на которых он строит свою жизнь, то есть это какие-то правила, которых он придерживается, которые прописаны, которые он соблюдает. Хорошо ли это, иметь вот эти вот правила? Это тебя ограничивает или наоборот? Религиозные, религиозные, не сильно, да, хорошо. Правила верующего человека, в которые он искренне верит, это то, что его ограничивает от чего-то там, в обществе, например, в обществе. Можно это делать? Я думаю, дальше у нас будут пару вопросов, которые будут затрагивать некоторые постулаты христианина, верующего человека, или это, наоборот, ограждает тебя? То есть, ты отгораживаешься, или ограждает тебя? Как ты думаешь? Тут есть такой вот небольшой сложный момент. Вот я говорил, да, что одна из важных ценностей в этом мире – это свобода. И вот как раз размышления над свободой приводят к тому, что верующих обвиняют в том, что они ограничивают себя во многом. Но по факту все люди себя в чем-то ограничивают. То есть, если мы… И тут вопрос, как сказать, не в самих ограничениях, а вопрос просто в здравом смысле, просто в логике человека, да. То есть, то, что у меня есть свобода, и я могу пойти там колодца, и курить, и пить, и делать там всякие гадости, не значит, что это хорошо для меня. И любой здоровый человек, он это понимает. И когда он делает выбор в пользу там чего-то, он, по сути, тоже себя в чем-то ограничивает. То есть, человек, который хочет быть здоровым, хочет здоровым прожить там максимально лет в этой жизни, он себя ограничивает в там каких-то определенных действиях. Он там не валяется на диване после работы до конца вечера, да, он там не пьет алкоголь, не курит, не колется там и так далее. То есть, он придумывает для себя ограничения, которые, как ему кажется, помогут ему вот добиться того, чего он хочет в этой жизни. И так делают абсолютно все. И вопрос даже не в том, что так все делают, поэтому и я должен. Нет, а вопрос в том, что те, кто так не делают, такие люди тоже находятся, но такие люди заканчивают свою жизнь очень нехорошо. И таких примеров огромное множество. Я думаю, даже вот в жизни каждого из нас, кто вот там какое-то время прожил на этой земле, есть те друзья, которые творили глупости, и в итоге из-за этих глупостей страдают. Поэтому ограничивать себя, в этом нет ничего плохого. Тут вопрос только в том, что я должен понимать, что это за ограничения, для чего они нужны и какую пользу принесут в моей жизни. Вот если я это понимаю, это действительно мой принцип, по которому я буду жить. То есть, есть огромное количество неверующих людей, которые себя называют неверующими, которые не ходят ни в какую церковь, но при этом они не пьют, ни курят, не колятся, мясо не едят, там они веганы, занимаются спортом и так далее. Вот они себя ограничили во многом. Но при этом тут не религия является основой, а здравый смысл. И вот это как раз опять тоже то, что отличает религиозного человека от верующего. Религиозный ограничивает себя, потому что религия. А верующий, потому что это приносит конкретную пользу. Каждое конкретное ограничение приносит конкретную пользу в моей жизни. Можно ли сказать, что вот ограничивая себя в чем-то, ты приобретаешь настоящую свободу, а когда ты вот полное раздолье, и перед тобой весь мир делает, что хочешь, на самом-то деле это и есть какая-то ограниченность? Просто переоценивают саму свободу. Свобода не имеет ценности сама в себе. Она имеет ценность, когда у тебя есть свобода выбрать лучшее. Вот это и есть ценность. Выбрать лучшее для себя, вот в этом ценность. Не в том, что я могу сделать плохо для себя, а в том, что я могу выбрать лучшее. Поэтому, конечно, когда я выбираю лучшее для себя, это и есть ценность. Когда люди этого не понимают, им кажется, что их ограничивают, и это плохо. А когда люди понимают, что я себя ограничиваю вот в этом, потому что это для меня лучше, то здесь пропадает сразу вопрос, а как же ограничение свободы, это же плохо, свобода это важная ценность. Нет, человек говорит, смысл мне умереть с наркоманом в 30 лет. Я этого не хочу. Каким бы свободным этот наркоман себя не считал, я повторяю... Я хочу жить нормальной, здоровой жизнью. Хорошо, отношения... Поговорим, в принципе, про отношения. Отношения верующего человека и неверующих людей, тех людей, которые его окружают. Есть ли в этом какая-то странность, что ли? Некоторые люди могут считать, знаешь, что, например, верующий человек — это тот человек, который отстранен от общества, который там себе на уме, вот есть он, есть общество, и он не сильно хочет контактировать с обществом, потому что там общество его не принимает, либо его какие-то убеждения идут в разрез с этим обществом. Какие должны быть отношения современного верующего человека с обществом? такие же, как и у всех остальных. Ну, смысл в чем? Отношения между людьми — это такая довольно сложная штука, потому что, ну вот, сейчас в наше время мы уже знаем такие там термины, как личное пространство, да, там, какие-то границы, которые нельзя нарушать, там, и так далее. И, ну, соответственно, если... Короче, давай так сформулирую. Вот главная ценность — это действительно вот эти личные границы. Потому что сейчас, мало того, что это всегда так было, но сейчас люди это еще и хорошо понимают, люди это уже осознанно понимают, что для меня важно, чтобы соблюдались мои личные границы. Поэтому для меня вот единственное, что является вот главным для меня, ну, стоппером, что ли, в отношениях с другими людьми, это только лишь его личные границы, границы другого человека. То есть, если человек идет, вот ему интересна моя христианская жизнь, и он задает мне какие-то вопросы про мою христианскую жизнь, значит, вот его... Значит, это моя христианская жизнь, она нормально там, его границы не нарушает. И я спокойно с ним об этом общаюсь. А когда можно увидеть верующих, которые на вокзалах, там, людей хватают за руки, и начинают им рассказывать что-нибудь из Библии, то это очень грустно смотрится. И это вот как раз то, что настраивает людей против верующих. Вот. Но еще вот один момент хотел тоже добавить, что мы так говорим, верующие-неверующие, да, но в нашей церкви есть такое мнение, что... Не просто мнение, это убежденность в том, что спасутся не только люди из нашей церкви, спасутся люди, которые общаются с Богом, которые, вот, они с Богом прожили какую-то жизнь, и неважно, в какой они были церкви, и были ли в церкви вообще. То есть, Бог ведет человека, есть отношения человека и Бога. Соответственно, говорить, что, вот, есть там, верующие, есть неверующие, то это уже немножко неправильно. То есть, у каждого человека есть какие-то отношения с Богом. И вот просто часто верующие люди занимают не совсем правильную позицию, немножко такую позицию сверху. Перевосходство на другую. Я верующий, поэтому вот мне открыты какие-то тайны, я вот уже что-то знаю такое суперважное, а ты этого еще не знаешь. Поэтому я вот тебе вот так сверху могу снизойти и тебе что-то рассказать, открыть тебе вот покрывало святости, и ты такой типа ахнешь, и ты должен типа восхититься и сказать, а, я тоже так хочу. Ну, а это неправильно. То есть, вот это как раз опять же то, что отличает религию от веры. От веры. Да. Вот когда я приоткрываю это покрывало святости, я религиозный человек, я показываю человеку религию, а я не имею права этого делать, потому что я не имею права вмешиваться в отношения этого человека с Богом. И вот если я это пойму, у меня никаких проблем не будет с общением с любым человеком, любой верой, любой церкви или никакой церкви. У меня не будет проблем, потому что я буду с ним на равных. У меня есть мои отношения с Богом, у тебя есть твои отношения с Богом, я могу поделиться с тобой, как я живу с Богом, ты можешь рассказать мне, как ты живешь с Богом. Все, никаких не будет проблем, потому что никто на кого давить не будет. Вот ты затронул тему, опять же, отношений, следующий вопрос, отношения человека и Бога. Опять же, современный христианин, его отношение к Богу, что это? Как это должно выглядеть? Именно не религиозная, как мы говорим, неформальность, а настоящий человек, который действительно верует. И есть ли смысл этих религиозных отношений с Богом, а не именно вера? На самом деле, религиозных отношений с Богом нет. То, что я пытаюсь донести, нет в религии отношений с Богом. Религия – это набор правил, набор каких-то… То есть, что такое религия? Это когда я прихожу в церковь, и я верю в то, что в этой церкви есть люди, которые каким-то образом чудесным получили указания от Бога, записали их, оформили в табличку в Excel, и мне прислали, вот, бери, исполняй. То есть, соответственно, у меня с Богом отношений в итоге нет. Я получил готовый документ, типа, вот, бери этот документ и ему следуй. Вот это религия. И тут отношений с Богом вообще нет. А отношения с Богом, они могут быть только у верующего человека, который Бога ищет. Вот когда человек ищет Бога, когда он задает ему вопросы и ждет на них ответы, он эти ответы получит. Потому что в Библии мы видим очень много подтверждений, что когда Бог говорит, что «воззови, я отвечу». Говорит, ты будешь меня искать, ты меня обязательно найдешь. И тут не играет роли, вот я же говорю, церковь какая-то, организация, там, или что-то еще, играет роль просто вот поиск человека. Если человек ищет Бога, он его найдет. Вот как он его найдет, какими будут эти отношения? Ну, вот, я верю в то, что вот идеал, да, то, что может быть идеал, это вот как в Библии Бог общался с самыми близкими людьми ему, когда он просто мог человеку сказать что-то, он сказал Аврааму, иди, выходи из этой земли, иди, куда я тебе покажу. И Авраам встал и пошел. Когда он сказал Аврааму, возьми своего сына Исаака, пойди вот на ту гору и убей его. И Авраам встал и пошел. Вот это вот, я считаю, вот тот идеал отношений, который может быть у человека с Богом, когда я могу слышать Бога, слышать его указания, могу им следовать, и могу я ему задавать вопросы. Могу я его о чем-то просить, и он может мне ответить. И когда Бог приходит к Гедеону и говорит, иди против другой там армии, против другой страны, я буду с тобой, а Гедеон в ответ говорит, подожди, давай вот сначала я вот тут покрывала шестяную, растелю, да, и вот если на нем будет роса, а на траве не будет, ну тогда окей. Понимаешь, вот этот момент, когда Гедеон может у Бога попросить, и Бог сделает, как он его попросил. Вот это вот, вот это и есть отношение с Богом, это то, к чему мы стремимся. Я думаю, у людей, которые вот не так связаны с верой, можно сказать, то есть, хорошо, давай не будем называть их не верующие люди хотят, пусть будет. Давай светскими будем называть. Да, о, хороший термин, да, светские люди. Они могут задать вопрос, а почему ты уверен, что ты слышишь именно Бога, и в принципе, ну, мало ли что тебе могло послышаться? Это только опыт. То есть, вот нам кажется, что мы многое в этом мире знаем. На самом деле, если мы, опять же, определим термины знаний, фактов и так далее, то мы поймем, что мы, наоборот, мы знаем очень мало в этой жизни. Очень-очень мало. Я вот люблю приводить в пример Австралию, да. Мы знаем, что есть Австралия, или мы верим, что есть Австралия? Вот даже то, что ты прилетишь в Австралию, даже это, если ты... Откуда ты знаешь, что ты прилетел в Австралию? Даже это, если ты вот не взлетел достаточно высоко, чтобы... и вот облетел ее кругом, проверил, что вот она совпадает там с картой там и так далее. Вот только в этом случае ты можешь знать, что она есть, да. В любом другом случае ты только веришь, что она есть. Вот. И, соответственно, я так чему говорю? К тому, что все, что мы, как нам кажется, мы знаем, мы знаем только благодаря опыту. То есть, мы можем думать, что это факты, это там наука и доказано, но в нашей жизни, в нашей конкретной жизни, мы это знаем только благодаря опыту. Почему мы знаем, что в розетке есть ток? Потому что мы можем сунуть туда палец и его почувствовать. Ну, понятно, что это не обязательно. Можно вставить вилку и посмотреть, что лампочка загорелась, да, и уже для умного человека будет понятно, что в розетке есть ток. Все воспринимается на опыте. И отношение с Богом – это точно такая же штука. Здесь я бы сравнил, чтобы лучше всего это понять, это можно сравнить с вопросом супружеской паре. Почему вы думаете, что ваш супруг вас любит? Вот любовь, как, где, на чем показать любовь? Что вот она есть. Каким образом ее можно показать? Ее никак не покажешь. Фактических доказательств ты никаких не можешь привести, что человек тебя любит. Ты можешь только рассказать об опыте общения с ним. Он всегда помнит мой день рождения, он всегда мне там дарит подарки, он приносит цветы, он там обо мне заботится, когда я болею. Вот каждый из этих опытов является доказательством того, что этот человек тебя любит. С Богом точно так же. Я знаю, что это Бог, потому что у меня есть опыт общения с ним. Вот я с ним пережил вот такие моменты в своей жизни, поэтому я знаю, что это Бог, и он в моей жизни действует, и там определенным образом, да. Я имею отношение с ним. Только так. Правила, опять же. Десять заповедей. Извечная, такое, в представлении людей определенная, такая гранитная плита, на которой выбито эти десять постулатов. Актуальны ли они сегодня для современного верующего человека? Да, вот десять заповедей, такая тема. С чего начать? Хорошо, начну сразу с такого еретического, да, что многим может не понравиться. Я уже упоминал, когда Бог сказал Аврааму, пойди и убей Исаака, да, принеси его в жертву. Бог попросил Авраама пойти и нарушить одну из десяти заповедей. Да, так и есть. Бог попросил Авраама пойти и нарушить одну из десяти заповедей. И самое интересное что? Что Авраам знал, что он разговаривает с Богом. Вот у нас, знаете, еще есть иногда такое мнение, что, ну, это мнение правильное на самом деле, ну, вот с одной вот заковыкой. Мнение о том, что все, что мы воспринимаем от Бога, мы должны проверять вот по Библии, по закону, по заповедям, что если оно соответствует, значит, это от Бога. Если не соответствует, значит, не от Бога. Но в самой же Библии есть вот этот пример, когда Бог призывает Авраама нарушить свой закон. И Авраам уверен в том, что это ему сказал Бог. И Авраам идет, чтобы это сделать, нарушить его закон. И вот этот момент, он очень сложный. Вот для человека, который там мало сталкивался с Библией, да, он сложный. Для человека, который не испытал в своей жизни отношения с Богом, этот вопрос очень сложный. Но вот если так как бы вкратце, да, как-то попытаться это все резюмировать, то идея в том, что заповеди являются выражением характера Бога. Бог рассказывает, какой он. Но при этом наша земля, ну, грех никто не отменил. То есть земля как была грешная, так и осталась грешная. И поэтому вот этот закон, который есть, 10 заповедей, это, безусловно, Божий характер. Но самая главная его цель, это не то, чтобы мы его на этой земле исполнили. А самая главная его цель, как сказал Павел, закон – это детоводитель ко Христу. То есть это просто способ узнать, кто такой Бог. Чем он руководствуется в своей жизни. Как он может проявлять себя в моей жизни. Хорошо, тогда можно ли этим оправдать то, что окей, 10 заповедей, но это чисто вот показательное Бога. Ну, что их можно и не как бы соблюдать, там пошел куда-то налево, погулял с кем-то. Вот, я говорю, это вопрос сложный. Вопрос сложный, потому что… В чем смысл? 10 заповедей, как для меня, это те основные постулаты, в принципе, человеческие постулаты, которые позволяют людям сосуществовать с людьми и с Богом комфортно. Вот. Опять же, да, естественно, Бог через эти заповеди показывает то, что он действительно хочет блага людям, и чтобы людям жилось хорошо, он предоставляет сводку главенствующих правил, которые вот нужно исполнять для того, чтобы просто жить комфортно, в принципе. Вот здесь сложность, ну, я сейчас боюсь, что я, наверное, еще какую-то тему затрону, но в чем сложность 10 заповедей? Вот мы говорим, 10 заповедей, да, нужно соблюдать, да, это суперважно, и мы, и любой, абсолютно любой светский человек в наше время приведет огромное количество ситуаций и спросят, и как ты будешь соблюдать 10 заповедей? Твою жену у тебя на глазах схватили и собираются убить. И как ты собираешься соблюдать 10 заповедей? Будешь ты соблюдать их или не будешь? А вот здесь, мне кажется, уже вступает истинно верующий человек и религиозный человек. Вот так вот, как раз в чем разница, да? Вот почему я говорю, что 10 заповедей – это только лишь детоводитель ко Христу? Потому что это базис, это как бы основа. Да, в любой… Наша цель в этой жизни… Вот почему я упомянул, да, что наша земля греховна, грех везде вокруг. Наша цель, да, конечно, жить по 10 заповедям – это идеал. Вот жить по 10 заповедям – это действительно классно. Но из-за греха мы так жить не можем. То есть, да, мы стремимся к этому, да, мы стараемся к этому прийти, но по факту не это главное. Вот если мы задумаемся, да, и это вопрос тоже глобальный, я знаю, много есть теологических исследований на эту тему, но чем человек спасается? За счет чего он спасется? За счет дел закона? Нет. Павел нам однозначно говорит – не за счет дел закона. То есть, делами закона, вот слова Павла, не оправдается никакая плоть. То, что я буду соблюдать, вот возьмем случай, что я смог, я всю жизнь соблюдал 10 заповедей, ни разу не нарушил ни одной заповеди, и это никак не приблизит меня к спасению. А что значит не приблизит к спасению? Это значит не приблизит к Богу. Это не сделает меня человеком, другом Бога, которому он скажет, ты молодец, ты прожил хорошую жизнь, давай, иди в мое царство. Не сделает. А что делает? А делает вера. Верой человек спасается, об этом Павел очень хорошо пишет. А что такое вера? А вера – это, по сути, послушание Богу. Когда Бог говорит Аврааму, иди убей Исаака. Нарушь одну из десяти заповедей. И вот если с этой точки зрения подходить, то, ну, опять же, я еще раз в очередную расскажу, что очень сложная тема, нельзя ее так вот коротко, в двух минутах обсудить, но вот вкратце мой вывод, что если я живу вот этой жизнью верующего человека, в общении с Богом, то для меня важно не 10 заповедей, для меня важно, что Бог от меня хочет вот в данный конкретный момент, чего он от меня ждет. Или он ждет, чтобы я соблю заповедь, или он ждет, что я пойду и сделаю что-то, даже если это против заповедей, как Авраам, пойди и убей Исаака. Ну, просто видишь, этим могут очень пользоваться люди. Пользоваться в каком смысле? В том смысле, что они могут подставлять под вот это вот, не то, что необязательность заповеди, а просто подставлять по вот эту ситуацию, любую, в принципе, ситуацию, говорить так, ну, слушайте, ну, елки-палки, ну, я могу здесь быть более гибким. И понимаешь, и вот это вот фундамент, то есть, опять, базис, фундамент, на котором строится вера, то есть, это какое-то, все равно, соблюдение каких-то правил, опять же, и это есть в религиозности, но стоит ли говорить, что вера, это не, для меня, как я вижу веру, вера, это искреннее соблюдение вот этих вот каких-то правил, которые написаны в Библии и в плане личностных отношений, с большим упором на личностные отношения с Богом. Вот я бы сказал наоборот, я бы сказал, что вера, это общение с Богом с некоторым упором на соблюдение его правил. Вот так, еще да. Кто этим может пользоваться? Пользоваться вот этим, как сказать, в общем, тем, что я сказал, могут пользоваться только религиозные люди. Верующие люди этим воспользоваться не смогут, потому что верующий человек, он не будет судить по моим словам. Вот я верю, и ты веришь, вот я тебе говорю, слушай, не обязательно соблюдать 10 заповедей. И если ты верующий человек, то ты такой засомневался, не знаю, я вот сейчас с Богом пообщаюсь, спрошу у Бога, Боже, вот расскажи мне, ты вечером сегодня придешь и будешь молиться, и скажешь, Боже, вот я слышал такое мнение, что не обязательно соблюдать 10 заповедей. Вот скажи мне, в моей жизни ответь мне, всегда ли, вот пожалуйста, всегда мне говори, что вот соблюдай, соблюдай, и Бог будет в твоей жизни действовать, и Он тебя научит. И вот это то, как раз, почему я разделяю религию от веры, да, вот это то, что позволит и мне остаться верующим, и тебе остаться верующим. И у нас нету каких-то обязательств друг перед другом в этом отношении. У нас есть отношения с Богом, у тебя твои отношения с Богом, и у меня мои отношения с Богом. И Бог будет нам открывать каждому в свое время свою истину, свой характер. А не кажется ли тебе, что это может прям привести в абсолютно крайние какие-то проявления религиозности даже той же самой, то есть люди, которые там берут чисто букву закона, они упарываются в полное исполнение абсолютно каждого поручения, или наоборот вообще, если мы берем веру, то есть крайность в том, что, ну, окей, я буду слушать Бога, вот мне Бог сегодня вечером скажет, пойди там, не знаю, уедь куда-нибудь. Я просто возьму, еду, ну, мне же так Бог сказал. Вот насчет уедь куда-нибудь, это хороший пример, я сейчас хочу рассказать историю небольшую, но насчет крайностей, я не считаю, что, вот крайняя религиозность, да, это вот я абсолютно согласен, это жуткая вещь, это действительно плохо, когда фанатики, вот, крайне религиозные, это приводит к плохим последствиям. А я не верю в то, что существует какое-то крайнее состояние у веры. У веры, крайнего состояния, какое у него крайнее состояние? Когда я во всем полагаюсь на Бога в своей жизни, так Бог меня к этому и призывает, во всем полагаться на Него, в каждом своем действии. И это не является крайним состоянием, это как раз является тем идеалом, к которому мы и стремимся. И если ты дошел до того, что ты можешь спросить у Бога про любое действие в своей жизни, ну, блин, это суперкруто. И тут не может быть ничего плохого, потому что ты дошел до, ну, фактически источника вечной мудрости. Ты вот можешь, ну, знаете, это как иметь, ну, вот как мы постоянно имеем интернет под рукой, но представьте, если бы у нас был поисковик, который выдавал бы только правильные ответы, причем на любой вопрос. Вот это то, что есть крайнее состояние веры. А насчет уехал куда-то, есть очень классная книжка, я всегда ее всем рекомендую, «Прибежище в Боге» Джим Хонбергер. А пример не из этой книжки, извините. Пример из другой книжки. Ладно, забыл, как она называется. Автор Фрэнсис Чан, «Безумная любовь» вспомнил, «Безумная любовь» Фрэнсиса Чана. Потрясающая книга о Божьей любви к нам, насколько сильно он нас любит, и о том, какой любви он ждет от нас к нему. И в конце этой книги, то есть вся книга, она просто потрясающая, она маленькая, читается быстро, а в конце идут примеры людей, которые вот действительно верующие люди. И один пример, там много примеров красивых, но вот один меня прям очень зацепил, один американский стоматолог, нет, сори, не стоматолог, это был врач, который специализируется на болезнях ног. И он решил, вот он почувствовал божий призыв, что в Африке, там я не помню точно в какой стране, какая-то горная страна, и вот за счет того, что она горная, люди очень часто болеют вот именно болезнью ног, на которой он специализируется. И он решил, что вот его место там, его дети уже выросли, как бы жена у него уже умерла, и он решил, что все, мое место там. И он поехал туда. И вот он там проработал год, но такие условия были не очень хорошие там жизни и работы, и у него заболел зуб, и заболел очень сильно, там было воспаление, а стоматологов там не было в этой стране, чтобы вылечить его. Ну и как бы денег он уже не особо-то зарабатывал, жил на пенсию, то есть я помогал только вот людям, тем, что он работал бесплатно. И дочка к нему приехала, забрала его в Штаты, и вот в Штатах его приводят к стоматологу, и стоматолог хочет лечить, ну он смотрел этот зуб, говорит, вам придется его удалять. И этот человек говорит, удаляйте все. Удаляйте мне все зубы. Я сейчас потратил столько времени на то, чтобы вот оттуда приехать сюда, здесь потратил на лечение. Если я вернусь, у меня будет опять та же ситуация, я опять потрачу столько времени. Я лучше буду уже до конца жизни с вставной челюстью ходить, но не будет прерываться вот мое служение этим людям. И вот этот пример, вот я когда его рассказываю, у меня каждый раз вот мурашки по телу идут. Потому что это пример человека, который вот действительно вовлечен в то дело, которое он делает, который верит в это дело, который ему не жалко потратить вот зубы на то, чтобы не переставая служить людям. Вот это пример, ну действительно искреннего посвящения Богу. И я считаю, что тут нет никакой крайности. Это вот только то, чем можно восхищаться. Знаешь, люди могут это приравнивать к фанатизму. А вас никто не заставляет так жить. Как можно, где вот эта грань между религиозным фанатизмом и настоящей верой, искренней верой? Вот искренняя вера, я говорю, когда я убежден в том, к чему призывает меня Бог. Давай посмотрим на Ноя, который сколько лет он строил ковчег? 120. Когда еще не было ни разу дождя на земле. Ни разу на земле не было дождя, а он со своими детьми вот просто в чистом поле строит лодку. Чем это тебе не фанатизм? Глупость совершеннейшая для всех окружавших его людей. Для всех. Это было просто, ну чем-то маразматическим. Он просто с ума сошел. Но он знал, что Бог ему сказал, и ему нужно это сделать. И я считаю, что вот это, это то, таких примеров в Библии много, и это то, к чему мы должны стремиться. К тому, что Бог мне сказал, и как бы это ни было, глупо смотрелось бы там в глазах других людей, но я буду это делать, потому что я знаю, что это Бог. Но вот чем отличается это от фанатизма, именно моей уверенностью. К этому Бог, Бог не дает такие задания, знаете, человеку, который только к нему пришел. Он не заставляет этого делать, потому что он знает, что любые отношения не строятся за щелчок пальцев. Никакие отношения. И семейные отношения точно так же. Они строятся в течение продолжительного времени для того, чтобы стать крепкими, уверенными, и когда двое могут доверять друг другу. И здесь то же самое. То есть, вот чтобы прийти к такому состоянию, когда ты можешь вот так поехать куда угодно, начать строить ковчег и так далее, к этому нужно прийти. И вопрос только в том, что к этому нужно стремиться. Вот, чем я, почему я не люблю религию, потому что она не побуждает меня к этому стремиться. Религия мне говорит, вот смотри, есть набор правил, соблюдая, и все будет окей. И это ужасно, потому что это просто останавливает меня на пути поиска Бога. Почему я вообще пришел в церковь изначально? Почему я вообще ударился в религию? Потому что я искал Бога. А религия, это как раз вот тот стоппер, который говорит, все, чувак, ты нашел, можешь остановиться. Вот, и это ужасно, и это вот отвразительно. И только вот вера, вот искренняя вера, она побуждает меня не останавливаться, она все время искать дальше, все время искать большего. Мне теперь недостаточно, что Бог иногда мне там говорит помочь, вот я прохожу по улице, вижу там нуждающегося человека, и Бог побуждает меня ему помочь. Мне этого уже мало, я теперь не хочу не только вот, когда я иду по улице, а я хочу, чтобы я, вот у меня была ситуация, когда вот, это уже в тему про прибежище в Боге, да, вот там это очень хорошо описывается, вот эти отношения с Богом, когда Бог может тебе сказать, и ты пойдешь, сделаешь. Я вот ее прочитал, и начал в своей жизни применять эти принципы, и вот у меня была такая история, когда я после служения возвращаюсь домой, и вот я домой пришел, и чувствую побуждение, что нужно вернуться в церковь. Это вот здесь, в городе, я недалеко от церкви жил, то есть там, причем прямая улица, то есть я прямо по улице еду, и там чуть-чуть поворачиваю, буквально там на 1-2 квартала смещаюсь влево. И вот я чувствую побуждение, что нужно вернуться в церковь. Я такой, ну окей, я выхожу из дома, сажусь в машину, и вот когда я сел в машину, вот я четко понимаю, что Бог мне говорит, не езжай, вот как ты обычно ездишь, а поверни налево, вот прямо сейчас. Я такой, ну ладно, хорошо. Я поворачиваю налево сразу же, и еду уже по параллельной улице. И вот я еду по параллельной улице, и вижу девочку из церкви, которая несет на обед, в церкви после служения обед, и она несет вот такую вот огромную кастрюлю супа. Девочке лет 12 тогда было, по-моему, лет 13. И она вот это вот тащит ее сама. И я понимаю, что, боже, ну я все понял, без проблем. Я говорю, Влада, давай кастрюлю тебе в церковь надо? Не, мне только кастрюлю отнести. Я говорю, все, иди домой, все окей. То есть вот этот момент, когда вот Бог тебя может побуждать в жизни. Нету, нету предела этому. Бог может тебе говорить все, что угодно. Он может быть полностью в твоей жизни, настолько, насколько ты позволишь. Опять же, в самом начале нашего подкаста мы говорили о том, что нельзя забывать то, что есть Бог, а есть сатана. и как мы понимаем, в одном из наших прошлых подкастов мы говорили о том, что сатана – это был ангел, и он до сих пор остается уже ангелом, но падшим ангелом. И я думаю, он очень хорошо научился копировать Бога. И мы видим то, что в Библии есть примеры лжепророков, которые, ну, Бог же сказал, окей, ну, я сделаю. Я думаю, это, опять же, очень сложная тема, которая познается вот именно с опытом, наверное. Только опыт. Только опыт. И, опять же, доверительное отношение с Богом, мне кажется, стоит восхищаться вот теми людьми, которые… И стоит стремиться к этому. Стремиться. Стремиться, да. Нас никто не заставляет. В том-то и прикол, что вот есть религии, которые заставляют тебя творить какую-то дичь, да, собирают там, отправляют в другие страны там и так далее. И в этом смысла особо-то и нету, потому что это религия. Но когда Бог тебе что-то доверяет, это очень круто. И стремиться к этому, это, ну, единственное ценное, что есть вообще, в принципе, в жизни с Богом. То есть, если убрать вот это стремление к тому, чтобы жить с Богом такой жизнью, что еще остается в церкви, ради чего стоит жить? Я не вижу ничего. Можно спокойно жить. быть обычной светской жизнью. Я могу участвовать в куче светских благотворительных организаций, помогать людям, там, и все. Все, что есть в церкви, вот убери общение с Богом, все, что есть в церкви, есть в мире. И мне не нужна церковь для этого. Только общение с Богом, это единственная цель, ради чего, вот, действительно стоит тратить свое время и силы на церковь, на служение. Окей, вернемся к правилам, вернемся, опять же, чисто рассмотрим на одном из примеров. Вот есть заповеди, не прелюбодействуй, и есть там церковный постулат о том, что отношение между мужчиной и женщиной, парнем и девушкой до свадьбы должны вот доходить до определенного момента, остальное все уже после свадьбы. Актуально ли это в современном мире? Потому что я очень много слышу, что, типа, знаешь, ну сейчас же все поменялось, раньше было проще, раньше там холодильники работали, передавались через несколько поколений, потому что они были долгодечными, люди там строили семьи и жили всю жизнь. Опять же, вот одно простое правило, которое есть в религии, и я думаю, верующий человек тоже не будет от него отказываться, табу секса до свадьбы, опять же, отношения, стоит ли придерживаться этого? Или вот в современном обществе это уже не сильно актуально, в плане, ну, стоит там попробовать, может я не подхожу человеку, елки-балки, там, ну, с вот такой вот стороны посмотреть, твое мнение. Я ввел, написал и ввел, проводил программы, слишком откровенно называется, проводил в Днепре, два раза, проводил там еще в нескольких местах, и в Израиле меня приглашали тоже именно с этой целью, чтобы провести именно эти программы. и я так скажу, что вот тема такая, что я не будучи там вот прям крутым специалистом, да, мне нужно было 16 часов лекций и приблизительно там 10-12 часов обсуждений в маленьких группах, для того, чтобы вот рассказать основы, и прийти к тому, почему секс до свадьбы это нехорошо, почему не только секс, а в принципе интим до свадьбы это нехорошо, и почему такой принцип в Библии существует. Поэтому сейчас, конечно, я тебе за пару минут не отвечу, вот, но... 16 часов лекций, да, уместить, жать. Но я скажу так, что есть многие правила и там запреты в Библии, которые кажутся с первого взгляда неправильными, не то, что с первого взгляда, а вот было время, когда это считалось вообще глупостью, да, но проходило время, и люди приходили к тому, вот через науку приходили к тому, что, слушайте, а в этом вообще-то есть смысл, и это правильно, да. Примером свинина является, да, когда в Библии она была запрещена уже там столько лет назад, да, и люди не понимали, ну, какой, в чем прикол, да, а вот сейчас потихонечку, ну, последние уже лет двадцать, появляется множество статей, почему свинина вредна для организма, и лучше от нее отказаться, и вообще, в принципе, мясо, сказать еще сто лет назад, что мясо есть нельзя, ну, это казалось, типа, чем-то из ряда вон выходящим, а сейчас посмотреть на, сколько есть движений за вегетарианство или веганство, огромное количество, и не только, движения, я не говорю о том, что люди поддерживают, значит, хорошо, а я говорю, что это научно обосновывается, да, приводятся факты, медицинские факты, которые доказывают, что, смотрите, ну, это все-таки правильно, все-таки действительно наш организм заточен под зелень, под фрукты и овощи, а это в Библии написано, и с этой точки зрения, вот, почему я привожу это все в пример, потому что то, о чем я говорил, когда правила для меня являются просто стеной, которую придумали кто-то там давно, это плохо, это неправильно, ну, как, неправильно то, что я этого не понимаю, и поэтому разобраться самому, попытаться понять, в наше время, тем более, это очень несложно, погуглить, поинтересоваться мнениями врачей, поинтересоваться мнениями, там, активистов, благо этого добра хватает, и для себя понять просто причину, почему Бог это запретил, то есть, вот, я сейчас там все детально рассказывать не буду, но причины есть, и причины вполне понятны, там и медицинские причины, и психологические причины, да, вот, ну, самое простое, что я могу сказать, да, что те, кто говорят, что секс это абсолютно нормально, типа, в любое время, в любом месте с любым человеком, что это физическое, что это вот на физическом уровне, что вот все животные там этим занимаются, и так далее, но, вот, пару простых выражений, да, во-первых, травмы, сексуальные травмы, вот, на порядок отличаются от любых физических травм, если меня в детстве избили, меня в детстве избивали, и мне на это по барабану, но если человека в детстве изнасилуют, это травма на всю жизнь, и с этим приходится бороться, и бороться прям очень серьезно с психотерапевтами, там, и так далее, и то не факт, что смогут это перебить чем-то, то есть, вот, уже этот факт любому здравомыслящему человеку показывает, что, ну, нет, все-таки секс, и это не чисто физическое, в этом есть нечто более глубокое, и даже вот, если взять в Библии, когда Бог, не скажу сейчас точно место, в посланиях Павла, Он говорит о грехах, о грехах, которые про последнее время, Он там называет 10 грехов, 6 из этих грехов, нет, не 6, 5, 5 из этих грехов связаны с сексом, с блудом, там, мужелюбство, там, блуд, там, и так далее, то есть, половина фактически, и еще в одном месте Бог говорит, что сексуальные грехи отличаются от всех остальных, он говорит, что блудник, там, эти там грешат, а блудник грешит против собственного тела, то есть, он выделяет вообще, в принципе, все сексуальные грехи в отдельную категорию, и говорит, что, ребят, ну, вот те грехи, это как бы одно, любые, там, убийства, воровство, там, и так далее, да, а вот это, вы себе же хуже делаете, вы портите свое собственное тело, и, ну, это тема, над которой, стоит провести время, 16 часов минимум, погуглить, поинтересоваться, почитать, потому что, ну, тут действительно глубоко, и в этом есть большой смысл, но к этому нужно прийти. Мне кажется, знаешь, да, многие не понимают, насколько, насколько, в принципе, в моральном плане это очень связано, потому что, опять же, смотря вот на людей, которые активно придерживались этой позиции, вот, и, как бы, смотря на последствия, опять же, я сейчас скажу больше даже за женский пол, то, что это вызывает жуткое деструктивное влияние на, в принципе, на подсознание, на то, как человек даже на себя начинает смотреть, опять же, есть люди, которые будут это оправдывать, и они покажут, там, какие-то другие исследования, которые, в которых мнимые специалисты будут доказывать то, что это все великолепно, это нужно с психологической, физической точки зрения, там, два раза в месяц нужно, понятно, окей, хорошо, так же самое и про водку сказать можно, что она исцеляет поджелудочный, в какой-то мере, то есть, там, 100 грамм в неделю, это более, более чем нормально. Мне, перебью себя, очень нравится пример, когда люди приводят пример грузинов, говорят, посмотрите на грузинов, они пьют, пьют, и они являются одними из самых долгожителей в мире, и связывают эти два понятия, да, то, что он пьет, и он долгожитель, значит, это вот причина и следствие, а то, что люди живут в горной местности, много ходят пешком, много работают руками, они ведут, ну, вот, помимо вина, они ведут довольно здоровый образ жизни, там, занимаются реально там спортом довольно много, сколько спортсменов знаменитых грузинских есть, это все как бы вот уходит в тень, и люди просто хотят доказать, что вот вино приводит к долголетию, все, вот это пример, просто тут вопрос в том, для чего ты хочешь разобраться, если ты хочешь найти оправдание своим желанием, без проблем ты найдешь оправдание своим желанием, а если захочешь найти подтверждение тому, что написано в Библии, ты его найдешь, и сможешь в этом удостовериться. Окей, спасибо тебе большое за то, что пришел, спасибо тебе большое за довольно откровенные ответы на вопросы, которые иногда, может быть, даже люди боятся задавать, иногда людям, может, не сильно удобно, я думаю, сегодня люди что-то почерпнули новое, вот, мне было очень приятно с тобой общаться. Спасибо. Друзья, я, если вы досмотрели прямо до этого момента, я думаю, у вас есть желание искать Бога, и я желаю вам только, чтобы никакие там религиозные, плохой религиозный опыт не испортил этого желания, не помешал вам достичь цели, узнать Бога. Надеемся, что наши подкасты помогут вам найти истину и Бога. Каждый из нас волен выбирать, во что он верит, а во что нет. Мы будем очень рады видеть вашу активность под этими подкастами. Не забывайте оставлять именно ваши темы для обсуждения в комментариях. Команда Reway будет очень рада видеть вас на следующем подкасте. Паша, Даник, Reway, не забывайте улыбаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова